Девчина в возрасте от 14 до 20 годов с высоким интеллектом и привабной внешностью. Минавито так выглядит типовый портрет хворых на анорексию. Семья не за все дыхутка разумеет, что с их близким человеком нечто не так. А между тем анорексия – одно из немногих психичных расстройств, небеспечных летальным заходам. Марина Джалая наведала Гомельскую областную психиатричную больницу и погутарила на эту тему с пациентами и специалистами. Подробности в наступном сюжете. Ирине 17. Яна вучится на первом курсе одного из гомельских университетов. Профессию обрала вельми серьезную в стане инженером-будовником. Можно сказать, что сегодня девчина снова отшула смак життя. А еще год тому Яна вважила 35 килограммов. И никто не ведая, как все могло скончиться, коли б не звернулася за допомогой до специалистов. Все почалося тривиально. Подчас отпочинку за мяжой Ирина набрала пару килограммов. После вертания отримала комплимент, что фигура стала выглядать лепш. А осведомость эти слова урезались, как свечения того, что и она потаустела. Спочатку Ирина занялася спортом. Потом стала отмавляться от ежи. И дошла до соправданного экстрима. Пила только воду. Я боялась есть. Я думала только о еде. Я даже на уроках смотрела видео еды, фотографии еды. Сохраняла. Я хотела есть, но я не ела. Я думала, даже кусочек. Я съем чего-то, все, я буду толстой. Со мной никто не будет общаться. Хотя на это время я ни с кем не общалась. У вынику за три месяца Ирина похудела на 15 килограммов. Почала страшовать притомность. Стали крышиться зубы и выпадать волосы. Съявилися прикметы депрессии. Тягнуть с визитом до психотерапевта и далей было нельга. Стан девчины до того момента был критичным. Спочатку я натрапила на консультацию до хойницких медиков, откуда родом. Затым зато помогой поехала в Минск. Там я ее вагу подняли. Але психичный стан заставался помежным. И два месяца тому девчина взвернулась до психотерапевта в Гомельской областной клинично-психиатричной больнице. Ежемесячно только ко мне обращается порядка двух-трех молодых людей впервые, которые нуждаются в лечении. У Ирины было достаточно критическое снижение веса. В ее случае было необходимо стационарное лечение с целью набора веса. Но после выписки из больницы сохранились все равно вот эти анорексигенные тенденции. Все равно было искаженное восприятие своего тела. Она все равно думала, что она толстая. Она начала переедать. После этого ограничивать опять себя в еде. То есть поведение пациента с анорексией, оно сохранялось. Наша задача была убрать его, чтобы она могла продолжать жить, как обычный человек. Есть классичные симптомы, по яких можно заподозрить анорексию. И это не только снижение ваги. Тут и повышенная раздражняльность, и без конца узваживание тела, и замкненность. Измена гардероба, где нема места, облегающие вопротцы. Каб не пропустить критичный момент, лучше завернуться до психотерапевта, в приватную альбо державную клинику, в некоторых полохая махчимая постановка на диспансерный улик. Але лечиться амбулаторно, а не стационарно. Навод в державном медустанове можно анонимно. У любом выпадку цена життя докладно выше, чем страх трапить под контроль специалистов. Третье, у Гомельской областной клинично-психиатричной больницы Деничая горячая линия. Ее номер 306347. Марина Джала, Андрей Иванов, Тель-Радио, компания «Гомель».